Добрый вечер! Шавуа Топ! Мы снимаем наш блог еще раз с нашим гостеприимным другом Равшаулем Нековичем. Мы находимся еще раз на территории Германии. Сегодня мы находимся в городе Кассель. Кассель, на самом деле, это географический центр Германии. Мы сегодня смотрели на карту. Ровно в центре. Равно удален от всех точек Германии. Оптимисты говорят, что все города к Касселю близко, а оптимисты говорят, что все далеко. На что смотреть? На половину стакана? Полную или на половину пустую? И сегодня у нас встреча с молодежью в общине города Касселя. Самые стойкие представители молодежи пришли к нам сегодня вечером. Мы решили всех угостить ананасом, но поскольку у нас любое угощение требует благословления, то мы поставили вопрос перед ребятами, причем ребята оказались очень эрудированные. Павел, Сэм, Вадя, Рома. Все высказали, что мы будем благословлять на этот ананас. Поскольку ананас, какое у нас растение, многолетнее, однолетнее. В принципе, ананасы растут, мы видим здесь в Коста-Рике, тут даже есть такая инструкция, как точно их нужно нарезать. Вот. И мы решили обсудить. Вот бананы, например, да? Бананы, говорится, на них благословление, какое? Буре-приадамат, создавший плод земли. Почему земли? Потому что банановая пальма дает плодоносец два года. Через два года она отмеряет больше не плодоносец. Это на самом деле так? Да. Поэтому это не многолетнее растение, поэтому вот этот плодик банана, он, так сказать, буре-приадамат. Теперь что? Ананасы на него тоже говорят, буре-приадамат, создавший плод земли. У меня, как бы, вот возник вопрос. Собственно говоря, похоже на пальму, в принципе. Похоже на пальму. Похоже, как пальма такая. Пальма, какая-то маленькая. С ёжиком, да? Возле пота, например. Там кокосов просто не хватает. Что? Кокосов не хватает. Кокосов не хватает. Взбивает толку вот это. Нас неправильно помним, на чем вешать на этой ёлочной игрушке. Нас могут неправильно понять. Вот. Пауэр нам, так сказать, объяснил, как это растет. Даже показал на фотографии. Да? Возьми, так сказать, этот плодик, постарайся в камеру тут же сказать, как бы, в чем идея. По-немецки? Ну давай по-немецки мы тебя переведем. Вот же значит, вот эта современная реальность, да? Ребята из Днепропетровска говорят по-немецки лучше, чем по-русски. Ребята из Днепропетровска векла. Я не знаю, она нас ухлевалась. Ребята из Днепропетровска, давай, переводи. А теперь... Я могу, так сказать, перевести... Я могу, так сказать, перевести... Ну, в принципе, я думаю, что каждый может здесь перевести. Я могу слышать, да? А нас это волшебное растение, да, то есть это очень похоже на... Мне это очень напоминает ящерицу, которые отрывают хвост, и потом хвост новый вырастает. Я не знаю, на самом деле, так это или нет, то есть, ну, так говорят. Это же он сказал. Павел, да, сказал... Это уже я говорю. Павел сказал, что это как картофель, да, то есть, который... Если брать от него клубень, то сотрезать от него верхнюю часть, да? Вместе с ананасом. Да, его посади, то здесь вот вырастет новый ананас. То есть, в принципе, вот так вот можно ананас... Только один ананас вырастет или... Павел даже утверждает, что вот эта вот штурка, это цветок на кусте ананаса. То есть, куст ананаса, он говорит, что он семейство алоэ вера, да? Я не уверен, я думаю, я помню эту ананасу. Окей, мы проверим. Можете проверить нас в Википедии или в других, в каких-то более авторитетных источниках. Вот, так вот, еще раз. Это кактус, в принципе. Значит, его цветок вот так вот растет. Вот так вот. Цветок, то-то кактус, вот так вот растет он на нос. И вот, значит, когда его снимают, то есть, можно срезать вот этот верх, еще раз, потужи нашего нового друга, так сказать, это можно посадить, оно вырастет. Поэтому это цветок. И если вы представляете, если вы едите цветок, не едите плод, яблочко, да? Вы берете и кушаете цветок. Нужно говорить на него, на него порой прядома. Нет, потому что... Потому что это не сам плод дерева. Нам нужно выяснить еще, на самом деле, этот момент, является ли это однолетним или многолетним кустом, это мы не знаем. Ну, в общем, понимаясь, Аллаха, на банан говорится буре прядома. Все условия его биологического роста, как это, ботанические его все классификации, мы потом выясним. А сейчас мы приступаем непосредственно... Это бесспорно, да? Да, и бесспорно. И бесспорно. Мы приступаем непосредственно к его разделке. Вот этот хвостик не забудет дать Павлу, потом посадить. Вот. Некде перевернуть его, а потом сверху вниз. Окей. Тут, кстати, ты делаешь не по инструкции. Почему? Смотри, это немцы сделали инструкцию, она читана на немецком языке. Так. Так вот, тут нужно делать вот так, смотри. Отправили, отрезаешь макушку? Ну да, я же читал. Потом книги. Смотри, потом книгу. Сейчас. Хорошо, пока будет так. Это еврейская инструкция. Нет, ну, в принципе, правильно. Идея похожая. Хороший нож керамический. Шар говорит, что она мать удобно. Мне тоже нравится. А я сначала вот срезаю эти шершавчики, а потом уже нарезаю ананас. Как повар, я говорю, если ананас так, ты срезаешь сверху вниз. Ты повар? Да. Ух ты. Давай, так как ты сразу и сказал. Можно исправить положение или нет? Да, можно исправить. Да, давай, перей. Ну ладно, всё, заканчиваем эфирмой. Займемся ананасом. Всем спасибо. Технический перерыв.